Малый и средний бизнес региона в 2020-2021 году активно пользовался и пользуется программами различных институтов поддержки предпринимательства, в том числе и по линии гарантийного фонда Ставропольского края. Ключевым направлением деятельности фонда является расширение доступа субъектов МСП к кредитным и иным финансовым ресурсам путем предоставления поручительства по их обязательствам. Это дополнительный способ обеспечения сделки по кредиту, займу, лизингу, банковской гарантии. Гарантийный фонд Ставрополье увеличил показатели по сумме выданных предпринимателям поручительств. Подробно на эту тему поговорим с заместителем директора гарантийного фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае Сергеем Батраковым. Сергей Владимирович, приветствуем вас. Добрый день. Спасибо, что пришли. Для начала расскажите, в чем заключается работа гарантийного фонда, каковы его функции? Основная деятельность гарантийного фонда это предоставление гарантии поручительств в случае недостаточности собственных залоговых активов у субъектов малого и среднего предпринимательства. То есть, когда предпринимателю либо организации необходимо получить займ, кредит, лизинг, они обращаются в финансовую организацию и необходимо этот займ, кредит, лизинг чем-то обеспечить. И вот в случае, если либо нет обеспечения, либо его недостаточно, по усмотрению финансовой организации в качестве обеспечения принимается наше поручительство. То есть, мы поручаемся за предпринимателя в части погашения займа. Значит, сумма поручительства по стандартным кредитам до 50 миллионов рублей может быть на одного предпринимателя, на один субъект малого и среднего предпринимательства. По инвестиционным проектам у нас сейчас расширена ответственность до 100 миллионов рублей. При этом сумма поручительства не может превышать 70% от суммы основного долга. То есть, все равно какую-то часть предпринимателей закладывает свое имущество, либо собственное поручительство, либо сейчас некоторые банки практикуют беззалоговую часть, то есть только наше поручительство. А получается, любой предприниматель, который решил запустить бизнес, может прийти в гарантийный фонд, попросить, поручитесь, пожалуйста, за меня. Что для этого нужно? Какие категории предпринимателей, в общем-то, могут воспользоваться вашим услугом? Ну, во-первых, не надо для этого приходить к нам и просить у нас. Методика такова, что к нам обращается финансовая организация. То есть, в первую очередь, предприниматель, заемщик должен найти обязательство, по которому мы потом будем поручителем. То есть, обращается в финансовую организацию, в лизинговую компанию, в банк. Банк, финансовая организация принимает решение о возможности кредитования. Параллельно с этим банк рассматривает возможность обеспечения данной сделки кредитной. И вот в случае недостаточности банк принимает решение о том, что необходимо поручить с гарантийного фонда. И банк от имени заемщика направляет нам заявку. То есть, к нам предприниматель не обращается, обращается в финансовую организацию, а финансовая организация уже перенаправляет. А вы уже работаете с финансовыми организациями? Да, мы работаем с финансовой организацией. С заемщиками мы пересекаемся в момент подписания трехстороннего соглашения договора поручительства. Ну, либо в процессе рассмотрения сделки запрашиваем какие-то необходимые документы, если чего-то недостаточно. Значит, поручительство наше предоставляется субъектам малосреднего предпринимательства в соответствии с действием ДИАТ МФЗ. Это индивидуальные предприниматели и организации с оборотом до 2 миллиардов рублей, с числом сотрудника до 250 человек. Значит, реестр в соответствии с действием ДИАТ МФЗ ведет налоговое. То есть, каждый предприниматель может посмотреть, является ли он субъектом МСП на сайте налоговое, ведя свой ННН. Сейчас список расширяется. То есть, ведется активная работа по включению в этот процесс самозанятых и начинающих предпринимателей. То есть, дальше наше поручительство будет расширяться. А в рамках каких нацпроектов и региональных программ работает гарантийный фонд? Ну, у нас один нацпроект – это малосреднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. И, соответственно, мы работаем в рамках госпрограммы экономического развития и национальной экономики. А что является ключевой задачей для фонда конкретно в этом году? И будут ли продолжать помогать предпринимателям, пострадавшим от коронавирусной пандемии? Ну, ключевое – это, в принципе, как и предыдущие годы, это наше единственное направление – предоставление поручительств. Это расширение доступа для предпринимателей к кредитным, к финансовым ресурсам. Мы в этой части постоянно работаем с финансовыми организациями, заключаем новые договоры о сотрудничестве. Значит, за прошедший год у нас появилось три новых договора, в том числе даже с федеральными организациями, такими как Фонд развития промышленности, Федеральная лизинговая компания. То есть, все делается с целью того, чтобы расширить перечень партнеров. На сегодняшний день мы работаем с 23 финансовыми организациями, куда входят, в принципе, все банки, активно работающие в части кредитования на территории Ставропольского края. Есть у нас партнеры, которые не представлены на территории края, но работают с субъектами Ставропольского края. На следующие годы также это все остается у нас в приоритете. Помимо этого будет расширяться доступ для самозанятых, как я уже говорил, и для начинающих предпринимателей. То есть, они получают поручительство тоже под тем же схемом, что и начинающие предприниматели, да, самозанятые? Да, ну, единственное, там, конечно, суммы нашей ответственности будут гораздо меньше. То есть, тут мы сейчас ориентируемся на банки, то есть, ждем, когда банки активно начнут предоставлять займы и кредиты для самозанятых. Вот, суммы там не больше миллиона для начала будут, поскольку это рисково. А дальше, соответственно, это все будет развиваться. И тут вот самое главное надо понимать, то есть, многие думают, что если взял кредит под поручительство гарантийного фонда, то можно не платить. То есть, на самом деле, наша ответственность не солидарная, наша ответственность субсидиарная наступает уже тогда, когда у предпринимателя, либо организации, у субъекта МСП уже нечего взять. То есть, наш механизм включается в последнюю очередь с целью компенсировать затраты банка. То есть, любой предприниматель, который берет кредит под наше поручительство, должен понимать, что мы выплатим тогда, когда у него уже ничего не останется, когда его бизнес, скажем так, умрет. Поэтому основная наша цель – это не погашение кредитов и займов, а основная наша цель – это иметь возможность получить дополнительное финансирование, когда у самого предпринимателя, либо организации заложить нечего. Гарантийный фонд выступает поручителем у начинающих предпринимателей. Какая выгода гарантийному фонду от этого вообще? Какой конечный результат должен быть? Для чего вообще эта структура создана? Гарантийный фонд – это государственное унитарное предприятие, создано в соответствии с постановлением правительства Ставропольского края в 2009 году. Учредителем является Ставропольский край в лице Министерства экономического развития. И в своей деятельности гарантийный фонд не преследует никакой выгоды. А основная цель – это развитие предпринимательства, то есть это расширение, как мы уже говорили, доступа субъектов МСП к кредитным ресурсам. То есть выгоды никакой нету. Основная деятельность – это для того, чтобы развивались предпринимательства, создавались новые рабочие места, увеличилась налогооблагаемая база. И как получается? Ну, всегда хотелось бы лучше, но если посмотреть тенденцию последних лет, то, скажем, за 2018 год было выдано 1,271 млрд поручительств. В 2019 году эта цифра уже составила 1,4 млрд. По итогам 2020 года сумма поручительств составила более 2 млрд. рублей. Соответственно, и привлекли в экономику, скажем так, край в виде займов и кредитов тоже значительные суммы. За период деятельности нашего фонда, это начиная с 2009 года, было выдано более 1,147 поручительств на сумму более 10,5 млрд. рублей. Сумма кредитов под наш поручительство составила более 23 млрд. рублей. То есть, соответственно, ну, так цифры большие, если смотреть в процентном соотношении от общей доли рынка кредитования, то, конечно, есть куда расти, есть к чему стремиться. Поэтому мы всячески пытаемся это развивать, участвуем в круглых столах, бизнес-миссиях, постоянно проводим какие-то консультации, участвуем в мероприятиях банков-партнеров, других финансовых организаций, которые предоставляют займы. То есть, всячески способствуем этому развитию. Ну, цифры, которые Вы назвали, недостаточно внушительные, то есть много человек пользуются Вашими услугами. А все ли из них добросовестные предприниматели? Наполняют ли они все условия? Ну, к сожалению, бывают у нас случаи выплат. Вот. Ну, тут надо понимать, что в первую очередь до обращения к нам заемщик проходит проверку финансовой организации, то есть его анализирует банк, его смотрит служба безопасности банка, после этого заявка поступает к нам. У нас также рассматриваются все параметры сделки, проверяется повторно. Случаются случаи отказа, хотя на самом деле у нас не так уж много критерий для того, чтобы отказать в предоставлении поручительства. То есть, если заемщик является субъектом МСП, не имеет задолженности по налогам и сборам, по заработной плате, не занимается подакцизными видами деятельности, то у нас, в принципе, оснований отказать нет. Поэтому случаи отказа довольно редки. И, тем не менее, даже после всех этих проверок случаются случаи дефолта с заемщиками. У кого-то бизнес случился, какие-то кризисные явления. Значит, поэтому выплаты тоже проходят. Что касается, кстати, той ситуации, в которой сейчас приходится работать при пандемии, то фонд, так же, как и вся национальная гарантийная система, рассмотрел специальные условия. То есть, на сегодняшний день допускается просрочка по заработной плате, в связи с тем, что были режимы нерабочих дней, допускается небольшая задолженность по налогам. Кроме того, сейчас расширен список предпринимателей, допускается поручительство для предпринимателей, занимающихся подакцизными видами деятельности в виде ГСМ, алкогольной продукции, то есть это больше касается торговых сетей. Раньше это было все запрещено. Помимо этого, во время введения режима нерабочих дней, режима повышенной готовности, фондам были пересмотрены условия, были снижены ставки до 0,5%. Это для предпринимателей по договорам поручительства заключенным до апреля 2020 года в рамках реструктуризации. То есть, если в связи с реструктуризацией финансовая организация продлевала срок погашения кредита, то стоимость поручительства была снижена до 0,5%. Также до 0,5% была снижена ставка для предпринимателей, субъектов МСП, подпадающих под виду деятельности по АКВЭД, к предприятиям и организациям, которые постановили правительство, признанные как потерпевшие от коронавирусной инфекции. Вот если вернуться в 2020 год, первая была волна пандемии, какие-то предприниматели получили кредит, одобрили, поручительство получили. И тут вот эта волна настигла нас. Какие первые шаги были предприняты, чтобы помочь людям? Первое это было снижение ставки. Значит, для всех предприятий и организаций, подпадающих под постановление правительства, под закон о реструктуризации ставка была снижена до 0,5%. А следующее это было в рамках национальной гарантийной системы, на уровне корпорации МСП, которая курирует нашу деятельность. Это были, так сказать, смягчены условия получения поручительства. То есть допускается в связи с этим теперь. Ну, каким образом? Ну, вот я уже об этом сказал. Стало допущено поручительство для предприятий и организаций, имеющих просрочку по заработной плате, по задолженности по налогам и сборам и занимающихся под акцизной видом деятельности. И все-таки вот есть предприниматели, которые так и не смогли выбраться из этой ситуации? Ну, на сегодняшний день у нас не было еще ни одного требования от финансовых организаций в связи с просрочкой, связанной с коронавирусной инфекцией. То есть те предприниматели, у которых даже была сложная финансовая ситуация, банки шли им навстречу, делали реструктуризацию, и они до сегодняшнего момента благополучно работают, гасят кредиты, и финансовые организации к нам не обращались. Можем ли мы сегодня сказать, что фондовый продукт стал доступным для представителей бизнеса и пользуется спросом? Ну, в принципе, он был доступен. Несмотря на пандемию. Изначально, да, несмотря на пандемию. На сегодняшний день, если сравнивать с началом деятельности фонда, то первое, это достаточно большой перечень организаций-партнеров, которые работают с нами. То есть больше предложений стало. Второе, ставки снизены значительно. Помимо льготных ставок, которые были на время пандемии, также были снижены ставки по всем остальным направлениям. То есть раньше средний тариф по портфелю нашему составлял 1,5%, сейчас он снизился до 1,25%. То есть основные предприниматели в нашем крае – это сельхозтоваропроизводители. То есть ставка для них составляет 1,25%. По строительству – 1,5%. То есть раньше это было гораздо больше. Это все снижено. Помимо этого, опять-таки, снижение барьеров в виде подакцизной деятельности, из запрета убрали. То есть это все расширяет востребованность поручительства фонда. А в целом, чем можно объяснить востребованность услуг гарантийного фонда у предпринимателей? Какой плюс для них? Для предпринимателей это реально… Камни все-таки есть, если они воспользуются услугами гарантийного фонда? Подводных камней нету. Основная деятельность фонда – это позволить предпринимателю получить заемные средства, когда нечего финансовой организации предложить в обеспечение этого кредита. То есть, скажем, есть на сегодняшний день какой-нибудь инициативный предприниматель, у которого есть бизнес-план, анализ деятельности. То есть, ему под это дело нужны дополнительные средства, а обеспечить заем нечем, то, соответственно, он обращается к нам, получает эти средства, начинает свой бизнес. Либо, скажем, есть такие у нас клиенты, у которых действующий бизнес, но на сегодняшний день все заложено, и необходимо пополнить оборотные средства, либо расширить там, докупить какое-то оборудование. Соответственно, точно так же они пользуются нашей услугой, расширяя свой бизнес. Случается даже так, что оформление поручительства гарантийного фонда выгоднее, чем предоставление залога банку, потому что, скажем, залог недвижимости требует оформления ипотеки, залог транспорта требует страхования. Это все может быть обременительно, по деньгам, по времени, а поручительство фонда может в данном случае оказаться и дешевле, и быстрее. Все-таки какие правила существуют? Неужели каждый предприниматель, который решил открыть какое-то свое дело, может воспользоваться, взять кредит и получить поручительство? Какие-то, наверное, есть критерии, по которым избирать? Что нужно иметь предпринимателю для того, чтобы вообще, в принципе, его запрос был принят? Я не знаю, там бизнес-план обязательно. Там что еще? Анализ, вы сказали. Для предпринимателя, что касается фонда, то есть тут необходимо, в первую очередь, одобрение финансовой организации, заявка банка. А для финансовой организации, если вы в курсе? Для финансовой организации у всех по-разному, но, в общем, необходимо иметь положительный финансовый результат. А кредитная история нужна? Конечно, я думаю, что... Если человек до этого никогда не брал кредиты, то это будет как в минус ему? То есть у него не было задолженности, но он просто никогда не брал кредиты? Ну, я думаю, в этом разрезе это лучше говорить финансовой организации, и у каждого, наверное, по-своему. Ну, если никогда не брал, то в любом случае, наверное, лучше, чем брал и не отдавал. Поэтому в этой части я говорить не могу. Но в любом случае, что касается нас, это первое. Для получения поручительства гарантийного фонда Ставропольского края необходимо являться субъектом, зарегистрированным, либо ведущим деятельность на территории Ставропольского края не менее трех месяцев. Это первое, самое основное условие. Необходимо не иметь задолженности по налогам, сборам и заработной платы, но здесь на сегодняшний день действуют небольшие исключения. Точно так же, как и не заниматься подакцизными видами деятельности, но опять-таки на время нынешних мер мы это пропускаем. Не иметь просрочек по кредитам ранее, не находиться в стане банкротства и реорганизации. На момент обращения предприниматель должен предоставить справку, действующую из налога об открытых счетах, и справку о задолженности по налогам и сборам. Все. Дальше у нас оснований отказать как таковых нет. Если человек делает только первые шаги в предпринимательском деле, и он в принципе даже не в курсе, что существует гарантийный фонд, и вообще что делать, какие шаги предпринимать, где есть такой информационный ресурс, где он может ознакомиться со всеми этими правилами, кто ему предоставляет эту информацию? Информация о фонде, о деятельности фонда, она доступна. У нас есть страницы в соцсетях, в основных всех самых популярных. У нас есть сайт в интернете. Мы работаем с финансовыми организациями, и те же самые финансовые организации всегда предоставляют о нас информацию, потому что помимо предпринимателя мы еще являемся удобным инструментом для финансовой организации. То есть благодаря нашему поручительству финансовая организация может расширять свой портфель кредитных обязательств. Соответственно, необходимо только желание. Какие размеры гарантийной поддержки предусмотрены для предпринимателей? Как я и говорил уже в самом начале, что максимальная сумма поручительства по стандартным кредитам 50 миллионов рублей на одного заемщика, вне зависимости от количества обращений. То есть может быть несколько сделок в лимитах 50 миллионов рублей. По инвестиционным кредитам, которые предполагают развитие новых отраслей, создание рабочих мест, увеличение налогооблагаемой базы, сумма поручительства может быть увеличена до 100 миллионов рублей. Помимо этого, наш гарантийный фонд входит в так называемую национальную гарантийную систему, которая представлена корпорацией МСП и всеми региональными фондами. В рамках сагарантий с корпорацией МСП сумма поручительства уже не ограничена. То есть если какому-то крупному предпринимателю, организации необходим займы поручительства больше наших лимитов, то в рамках сагарантий с корпорацией мы выдаем в пределах своих лимитов все, что выше, выдает корпорация. При этом в данном случае действует льготная ставка 0,75%, что тоже уже выгодно для предпринимателей. Поскольку вы выдаёте поручительства, у вас, наверное, есть такая статистика, насколько часто предприниматели вообще в принципе для открытия своего дела берут кредиты? Если взять общий портфель кредитов по региону, то доля кредитов, обеспеченных поручительством, она на сегодняшний день очень мала. Поэтому хотелось бы в этом плане работать, но здесь, скорее всего, инициатива должна идти от банков. То есть мы готовы принимать заявки, готовы выдавать. Можно сказать о том, что на сегодняшний день гарантийный фонд Ставропольского края располагает достаточно солидным гарантийным капиталом. То есть это миллиард 300 миллионов рублей. По сравнению с другими региональными фондами это достаточно много. И мы под этот гарантийный капитал можем выдавать в год не более 6 миллиардов рублей поручительств. То есть с учётом того портфеля, который на сегодняшний день у нас действует в размере 2 миллиардов, то есть запас прочности у нас ещё очень большой. Поэтому мы готовы принимать... То есть можете 6 миллиардов, а вы даёте на 2 миллиарда. Мы выдаём максимально, сколько поступает заявок. То есть, соответственно, у нас достаточно серьёзный гарантийный капитал, достаточно большие возможности, и нам есть ещё куда стремиться и к чему расти. На фоне всей национальной гарантийной системы, вот, кстати, стоит об этом сказать, что по итогам деятельности в 2020 году наш гарантийный фонд занимает 6-е место в России, о чём было сказано на конференции в Калининграде, которая была в сегдине апреля, то есть под руководством министра экономического развития. То есть наш фонд занял 6-е место. Ну, в общем-то, это очень хорошо. На самом деле, делайте большое дело, развивайте предпринимательство в Ставропольском крае. Программа подошла к концу. Сергей Владимирович, спасибо вам большое за интересную беседу. Спасибо вам. Это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о работе гарантийного фонда. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok